Цель диктанта – оценить уровень географической грамотности населения. Главная особенность – это анонимность. В анкетах юноши и девушки заполняют только возраст, род занятий, отношения к географии и другие сведения. Всего для участия в географическом диктанте зарегистрировалось 375 человек. Участие приняли заслуженный путешественник России Анатолий Цепкало и первый в России парадайвер Никита Ванков. Вопросы разделены на три блока. Первый блок – на знания географических терминов. Второй предлагает вопросы о расположении объектов на карте. Третий – сложный, но интересный. В этом блоке участники должны узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений. Это общее развитие, это всегда полезно, поскольку заняла подготовка на диктант. То есть очень много всего пришлось повторить и узнать, поэтому очень было интересно здесь поучаствовать. Вопросы интересные, на некоторые ответы мы даже не знали, но пришлось думать. Результаты всероссийского географического диктанта вместе с правильными ответами и разбором типичных ошибок будут опубликованы на сайте Русского географического общества до 25 декабря. За участие в диктанте юноши и девушки получили сертификаты. В течение дня Русского географического общества в смене участники диктанта могли посмотреть фото-выставку «Самая красивая Россия». В библиосмене прошла выставка книг «Великие русские путешественники». После географического диктанта программа не заканчивается. Участники встретились с первым парадайвером в России Никитой Ванковым. Смена меня покорила с первого нашего знакомства. Каждый раз, когда тебя встречают с таким удовольствием, с такой энергией, с такой радостью, когда ты можешь поделиться со сменой, когда сам что-то интересное узнать даже на сегодняшнем диктанте. Спасибо большое руководству смену, что меня приглашают. Он прошел 22 тысячи километров пешком, совершил 33 экспедиции. Заслуженный путешественник России Анатолий Цапкалов встретился с участниками географического диктанта. Самое главное – это надо изучать территорию нашей великой страны. Все надо изучать, все надо знать. Страна великая, огромная. Для молодежи нашей сегодня, которая вступает в современную, во взрослую жизнь, конечно, надо начинать с АЗОВ, начинать изучать нашу Родину. Я бы так сказал, что в каждой квартире, в каждом доме, в каждой хате казачьей нашей должны висеть три карты – географическая, политическая и карта Краснодарского края. По результатам географических диктантов будут разрабатываться новые концепции развития географического образования, вноситься важные предложения, которые должны вывести обучение географии на качественно новый уровень.